В этот день 8 марта 1857 года в Нью-Йорке был совершен марш пустых кастрюль. Женщины вышли на улицы, требуя увеличения зарплат. Спустя более полувека годовщина марша превратилась во всесоюзный женский праздник. 8 марта 1914 года вышел в свет первый выпуск советского журнала «Работница». 8 марта 1950 года объявлено о наличии у СССР атомной бомбы. 8 марта 1963 года Китай аннулировал Айгунский договор с Россией от 1858 года и потребовало вернуть для мосточной земли назад. В этот день 8 марта родились Петр Ганнушкин, выдающийся русский ученый-психиатр, советский кинорежиссер Евгений Матвеев, Юрий Ретхеу, российский чукотский писатель, изданный на 30 иностранных языках, физик и академик Яков Зельдович, один из создателей атомной и водородной бомб. Академик Яков Зельдович был одним из тех, кто вместе с Андреем Сахаровым и Юлием Харитоном работал в области атомной энергетики. Но, как часто бывает в жизни, слава создателя водородной бомбы досталась Андрею Сахарову. А фамилия Зельдовича позабылась и сегодня известна узкому кругу специалистов. По утверждению нобелевского лауреата Льва Ландау, он не знал ни одного физика, за исключением Энрика Ферми, обладавшего таким богатством идей, как Зельдович. Способности у советского физики были феноменальными. В 22 года Яков стал кандидатом физико-математических наук, в 25 лет защитил докторскую диссертацию, а в 29 лет получил сталинскую премию. При этом у Зельдовича не было диплома о высшем образовании. Начиная обучение в двух ведущих инженерных вузах страны, талантливый студент их не закончил. Он выбрал самообразование, полагая, что каноническое образование отнимет время и помешает полету его мысли. «Да будут благословенны те времена, когда Вак давал разрешение на защиту ученых степеней лицам, не имеющим высшего образования», — так писал впоследствии Зельдович. Он принял единственный для себя верный шаг, поступил лаборантом в институт, возглавляемый Юофе. При этом Юофе, не выносивший амбициозных гениев, вскоре избавился от молодого кадра, а несколько лет спустя осознал ошибку и взял Якова в свою исследовательскую группу. На пару с Харитоном Зельдович занимался ядерными исследованиями, ставшими приоритетами после начала Великой Отечественной войны. Он занимался расчетом цепной реакции урана, разработал вопросы горения газовых смесей, занимался баллистикой ракет на твердом топливе, что позволило создать знаменитые ракеты «Катюша». «Яшка гений», — фамильярно говорил о Зельдовиче Игорь Курчатов. В 1949 году под руководством Курчатова гений создал сдерживающую атомную бомбу, участвовал в создании водородного оружия. Зельдович был самым засекреченным ученым Советского Союза. Настолько, что физик-теоретик Стивен Хокинг был немало удивлен тем фактом, узнав, что Зельдович — это один человек, а не целая группа людей. Не меньше удивлялось и космическое западное сообщество, назвавшее Зельдовича гигантом современной астрономии. Это была еще одна страница жизни академика. После 20 лет работы на оборонную промышленность он решил посвятить себя любимой науке о Вселенной. Работа с Курчатовым и Харитоном дала мне очень многое, вспоминал ученый в своих мемуарах. Но главное было внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне определенное моральное право заниматься впоследствии такими проблемами, как частицы и астрономия, без оглядки на их практическую ценность. Зельдович осветил ответы на многие космические вопросы. Пояснил, откуда квазары черпают свою энергию и доказал, что плотные плоские образования галактики, былины, являются скоплением тех же галактик. Всего же за свою трудовую жизнь советский физик создал более 30 монографий и порядка 500 научных работ. Его ценили многочисленные последователи и ученики, вспоминавшие, что в обычной жизни научный червь был человеком с большим чувством юмора. И приводили в пример его фразу Продавщице газированной воды вы никогда не скажете, без какого сиропа наливать вам стакан воды. Без вишневого или без малинового. Никогда не начинайте статью с того, чего вы не делали. Сначала напишите, что сделано. Потом обсуждайте все остальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова